доброе время суток ребятки с вами андрей моя первая стройка загрузил я 8 метров сухого бетона и везу на очистительный завод по переработке воды первая машина туда 56 метров после меня так что гружусь то есть уже загрузился заполняю бумаги и можно будет выезжать проблема в том что надо посмотреть точный адрес так как навигатор показывает но не точно сейчас смотреть ну что друзья товарищи я уже еду по автомагистрали направлению туннеля протяженностью 3 2 километра проходит под рекой эльбай я даже не представляю когда еще туннеля не было как машины проезжали есть там в городе посты но я постоянно была нагрузка по городу что проехать вот так сейчас смотрите туда ли есть милое дело конечно большой минус что этот туннель постоянно на ремонте там три трубы в одну сторону 3 и они постоянно ремонтируют если одну трубу закрыть то здесь собираются большие пробки потому что как раз съедут с норвегии здание машина через туннель и на юг германии как бы оживленная трасса проходит через наш город а 7 а а аду. Прямо перед вами терминал, где разгружают контейнера. Вот они возят. Погрузчики большие стоят. Работают здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных, без праздников. В две смены, да. То есть круглый год работа идет. Он как раз открывает гараж, сейчас будет выезжать погрузчик. Они реально высокие, эти погрузчики. Не знаю, сколько метров. Машин пока мало. Так как еще утро, а вот в обед. Даже после 7 будет здесь немножечко побольше машин. Так что я еще пока успеваю проскочить. Нормально. так, ну я почти добрался до вершины моста. С правой стороны завод по переработке нефти. Когда вот здесь находишься, сразу запах нефти дает. Тебя так, ну реально вот такой неприятный. пора солнца взойдет уже на горизонте. Рассвет виден. Так, все, я доехал. Вот передо мной завод по очистке воды. Сейчас мне надо будет узнать, где самостройка. здесь есть, ну не знаю, по-русски это сторож или вот он сидит. Как бы надо будет пойти ему сказать, что я приехал и где будет происходить разгрузка, он знает. Так, все, ребятки. приехал работник с фирмы сказал, что могу заезжать. Проблема в том, ребят, бетон заказали к 8 часам. Сейчас 7 часов 13 минут. Я сейчас заеду и буду 45 минут ждать, пока они у них сейчас идет подготовка. То есть они должны подготовиться и как раз прием бетона будет в 8 часов осуществляться. А здесь очень мало места. Сзади меня уже стоит машина. Хочет проехать, я не знаю. Я вроде место сделал, как бы может проехать, но машина с прицепом и мне надо где-то встать. Сейчас буду смотреть, где мне здесь приткнуться. Так, ну он куда-то заезжать будет или просто встанет. Я уже на стройку заехал, надо сходить посмотреть. Ну а вот посмотрите, какая вода грязная. Ой, как она пахнет, елы-палы. Что они туда добавляют, а? вот такая вода уходит по канализации от наших домов. Здесь она перерабатывается. Вода вся мутная, непонятно. Или она уже очистку проходит или будет только очищаться. Жду разгрузки еще 45 минут ждать. Неплохо окна я закрыл, чтобы не вдыхать этот специфический запах. Не запах, но запах. Ну не вонь, да, вонь. Как-то тут это не вонь. Это, мне кажется, какие-то химические реактивы пахнут. Они, я думаю, воду добавляют, чтобы как раз происходило очищение воды. Здесь большие отстойники стоят. Я вот немножко вам показал. Так что встаю, жду. В 8 часов можно начать разгрузку. сейчас я развернусь. Посмотрите, идет корабль с контейнерами. Какой цвет у него красивый. Он даже вываливаться не хочет, как песок сухой. Ёлы пала. грузить. Ну, а здесь посмотрите, рядом терминал, где вот сейчас большие погрузчики контейнера грузят. Посмотрите, круто. работа кипит. Вот так мне придется разгружать 8 метров. И вот до самого экскаватора. вот вам показываю очистительные резервуары с водой стоят. Вода такая вся мутная, грязная. Это наверное сборник какой-то там. лок них много до до Заехал я На заправку взял Кружечку горяченького кофе Так что Теперь можно ехать Я не тороплюсь Так как еще после меня та машина Которая разгружалась Она еще разгружается После нее Уехала еще одна машина И я третий туда еду Где и был на ту же стройку Сейчас надо мне выехать На главную дорогу Еду не спеша Торопиться не стоит Так как там придется так и так ждать Но вот как-то так Рабочий день протекает Это я везу уже Четвертая машина туда И еще четыре машины До обеда повозим бетон Кто не подписан на инстаграм Подписывайтесь Я выставляю в инстаграм Видео коротенькие Плюс фотографии На прошлой неделе тоже выставил видео Как раз про сухой бетон И многие водители бетономиксеров Меня спрашивали Что это такое Ну видно что в России На Украине сухим бетоном Работают очень редко Вот я вам показал Для чего нужен сухой бетон Кто не знал Чтобы знали Ну сухой бетон вообще С ним легче работать Когда ты работаешь С брусчаткой С камнями Да вот как раз Выкладываешь там Мостовую дорогу Границы дороги делаешь Потому что жидкий бетон Постоянно расползается Но сухой бетон У нас в Германии Используют очень часто На строительстве Как раз дорог Дорожек Всяких разных Таких конструкций Сейчас я разгрузился Выезжаю с завода Еду за новой порцией бетона Сюда еще 4 машины Так что прокачусь Может быть еще рейсик 2 Сюда надо будет прокатиться И у нас прицепы Можно в Германии купить Где-то от полторы тысячи продают По интернету Магазин Как парохолка по-русски Вот сейчас видно Что машина впереди Идущая Старый автодом Я так предполагаю По названию И модели Это в 80-х годах Автодом Но У него свежий номер Номерной знак Значит он его купил Буквально вот Совсем недавно Но это в основном люди берут Которые ездят на Вот эти кемпинг-плац Где можно На таких домах стоять Там вода, свет есть Ну на юг ездят Отдыхать Уже пошла вторая Полоса По идее мы Должны только по правой полосе ехать На грузовике Но уже люди Без терпения Они просто Вот В основном с Голландией Нидерланды видите Желко набирают Они в основном Они не ждут И постоянно куда-то лететь надо Вот они сейчас Вот еще один пошел Впереди идет сужение полос С трех на две Крайняя левая Там пойдет сужение Они все сейчас Будут пробовать сюда обратно На правую полосу заехать Наконец-то я съезжаю С автомагистрали Добрался Теперь идут По местной дороге Проще будет Меньше пробок Таких ребят у нас В Германии Машин практически не осталось Потому что Ну Мерседес этот Какого он года Ну ему уже наверное Больше 20 лет 25 тонн 270 лошадиных сил Но почему он остался Я так предполагаю Что все-таки Что это автокран Преимущество Если бы было бы Обычной грузовой машиной Давно продали Очень большой налог Так как это евро Один или евро два здесь В дождь на нем не поработать Мокрый въезд будешь Ну что ребятки 4 метра привез Метр назад Хорошо посчитались Супер Позвоню мастеру Узнаю Что мне с этим метром делать Придется наверное Выкидывать его Так как места На заводе нет Куда бы мог Этот метров вывалить Приехал я на завод Догрузили еще 4 метра Теперь у меня 5 метров Еду на стройку Она недалеко от завода После стройки Я уже поеду К себе на ферме То есть это мой Последний рейс Там я уже У себя на ферме Помою машину И поставлю Тут недалеко Всего лишь 9 километров Так вот уже И строечка Ждет меня оператор Сейчас надо будет Заехать Придется подождать Пока все проедут Никто не пропускает Все торопятся Люди Субтитры сделал DimaTorzok Короче Еще 2 метра у меня осталось Вот чуть одеть Остатков Сначала 1 метр Сейчас 2 Более Надо куда-то его деть Ну что ребята Как не проехать Автобус Зеленый у меня горит А он стоит И не едет Не едет Ну вот так Последний рейс У меня 2 метра Везу на завод Выкину В бокс Если он свободный Надеюсь на это Просто Блин Ну не хватает У меня Уже Зла Что вот Одно и то же Постоянно Перекрытия Посчитать Не могут Заказали 11 метров Да А обратно Я 2 метра Увожу Как так С 11 метров 2 метра Остатки Ну это же Это же Как так можно считать Перекрытие Простое Там нету никаких Перепадов Уровней Длина Ширина Высота Отнимаешь Арматуру Да Ну пускай ты Просчитаешься На полтора Ой на полметра Ну пускай ты Максимум на метр Ну 2 метра С 11 Это Это 200 евро Просто вот так Взять и выкинуть Я вообще не понимаю Я ему говорю Ты в курсе Что я запишу Здесь Ну с твоей фирмой Деньги С ним За За утилизацию Бетона Говорит Да ничего страшного Типа заплатит То есть Мы счет Предоставим Той фирме Которая строит Да Вот этот дом А эта фирма Счет предоставит Уже Клиенту Вы представляете То есть По ошибке Вот этих Кто строит Клиент Будет платить На 200 евро Больше А это же Не только в бетоне Это и везде То есть Пойдут отделочные работы Еще что-то И так накопится Не пару сотен А может пару тысяч Так что Короче у меня слов нету Я уже на эту тему Не раз говорил Я не знаю Как они считают Как они это все Померяют Есть нормальные Такие фирмы Знаете У них Там Блин Остается Одна тачанка Вообще Или вообще Пустой Бывает Вообще Классно Бывает Столько Много Остатков Не знаешь Куда Девать Насчет продажи Сложно Во-первых У диспетчеров На мониторе Все машины Через GPS То есть Они через спутник Нас видят Если только вечером То Знаете Немцы сидят Они Если ты записал В путевом листе Что эти остатки Остались Значит Ты должен ехать И Утилизировать Получить справку Что Ты столько метров Видишь И уже В эту справку Они Как Счет предъявят Той фирме Да Которая заказывала Бетон Вот Когда так Вот раньше Было проще Когда Лет 10 назад Не было GPS То есть Как-то было Никто за тобой Не смотрел Сейчас Все смотрят Сидят У нас Уговаряются И на монитор Смотрят Так Куда он поехал Что он делает Так Я выезжаю На автомагистраль И в сторону Эльптунеля Надеюсь Проеду я быстро А здесь А здесь у нас Как всегда Движение Очень такое Интенсивное Все летят Куда-то Ну что ребятки Машину я помыл Все Ставлю И на сегодня Хватит Смотрим канал Подписываемся Пишем комментарии Со всеми Прощаюсь До следующего Видео Так что давайте Всем пока